Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Донье Кабе, чей вчерашний прямой эфир полностью был посвящен теме любви. Да, Донья поняла, что от стримов, на которых она трясет брошками и камеями, веет нафталином, просмотры падают, ей срочно нужно возвращаться к жареным темам. Вот Донья и посвятила свой вчерашний прямой эфир теме любви. Причем весь эфир можно разбить на две основные части. Первая часть стрима была посвящена похождениям самой Донни, то есть ее боевым заслугам на любовном фронте, а вторая часть была посвящена разбору последней прямой трансляции блогера Юляшки с канала YouTube Головного Мозга. Но прежде чем говорить о головном мозге, давайте поговорим непосредственно о любовных приключениях и увлечениях. Донья, тем более, что сама она взахлеб рассказывает о своих многочисленных похождениях, которые уходят корнями в прошлое, а именно в студенческие годы. Уже тогда Донья начала куролесить и увлекаться экзотическими парнями. Чего только стоит этот мальчик из Азербайджана, который влюбился в Донью, когда услышал, как Донья исполняет любовный романс на гитаре. В студенческие годы Донья всех сражала, наповал своей игрой на гитаре. Жила она в студенческом общежитии, в этой общаге у них часто устраивали вечеринки, тусня была вечно какая-то. И вот на эти вечеринки на эти сборища приходил и мальчик из Азербайджана. В отличие от Донни, жил он в отдельной квартире, причем в этой квартире все было застлано коврами, коврами ручной работы, ковры на стенах, ковры на полах. Донья была поражена, когда каким-то образом попала все-таки к нему в квартиру. Мальчик был по уши влюблен в Донью, тем более у Донни на тот момент были длинные волосы до задницы. Мальчик не мог оторвать от нее глаза, всячески зазывал ее к себе в квартиру, мол, да брось ты эту общагу, заживем с тобой как люди. Но Донья наотрез отказалась связывать с этим мальчиком отношения. Ну что там мальчик? У Донни были кандидаты и посерьезнее. Чего стоит другой мальчик? На этот раз мальчик из Танзании. Как он был влюблен в Донью? Он ходил за нею по пятам. Он влюбился в Донью мгновенно, моментально. Это была любовь с первого взгляда в коридоре общежития. Донья хохотала, Донья заливалась смехом, стены дрожали. И мальчик понял, что вот она моя королева. Можно сказать, африканский принц влюбился в Донью в надежде, что она все бросит и уедет с ним в Танзанию. Дело в том, что Донья уже была на тот момент замужем за своим алкашом, за своим первым мужем. И этот африканский мальчик из Танзании просто ходил за Донией по пятам и умолял ее бросить своего алкаша и выйти за него замуж. Да, африканские мальчики очень любят крупных женщин. Это их идеал женщины. Поэтому, естественно, он не мог оторвать от Доньи взгляд. И он, надо сказать, предпринимал действия к тому, чтобы завоевать сердце Донией. Он конкретные действия предпринимал. Например, когда они ездили на картошку, на морковку. Этот африканский мальчик из Танзании приносил Донье подарки, приносил фрукты, приносил арбуз, оказывал всяческие знаки внимания, клинья подбивал. Но Донья решила вывести этого мальчика из Танзании на серьезный разговор и сказала ему очень простые, но очень понятные слова. Знаете, что Джакаю Маниндузи, так, кажется, звали парни, полное имя, не хочу я начинать жизнь с обмана, сказала Донья, пошатываясь после опрокинутой рюмки, которую она закусила принесенным мальчиком арбузом. Вот так закончилась эта любовная история. Не успев начаться, Донья профукала свой шанс, а ведь могла уже тогда уехать в далекую экзотическую страну. И была бы сейчас Донья Маниндузи, была бы сейчас какой-нибудь африканской принцессой. Но не суждено, хотя Донья на вчерашнем же стриме как раз таки и говорила, что в то время многие девушки пытались охомутать всех этих кубинцев, африканцев, потому что уже тогда мечтали посмотреть мир, куда-нибудь поехать. Но не Донья. Донья знала, что настанет и ее черед, но она пока еще не готова была покидать родные пенаты. Ну, это вот то, что касается студенческой жизни. А потом все пошло как-то по накатанной. И сейчас у Доньи Селеймон. Селеймон – это просто воплощение идеального мужчины, потому что он, с одной стороны, прагматик, но с элементами романтики. И каждый раз, когда он Донье преподносит какие-то подарочки, Донья просто кайфует, потому что она ничего от него не ожидает. Правда, Донья в последнее время стала задумываться о том, есть ли шанс их отношением выжить, их браку выжить, если Селеймону не дадут визу. Потому что Донья – такой человек, что если закрылась одна дверь, она начинает ломиться в другую, она начинает стучаться в окна. В общем, Донья так просто не сдается. Она без мыла в одно место залезет, но Селеймон не такой. Селеймон, если что-то не получилось, идет на попятную. И Донья боится, что если вдруг им не дадут визу в Соединенные Штаты Америки, Селеймон плюнет, махнет рукой, поймет, что все это невозможно, и прервет отношения с Доньей. И Донья начинает задумываться о том, каким же будет ее следующий шаг. И там Донье написали в чате, мол, есть какой-то Майк, очень даже состоятельный американец. Ему показали Донью, поклонницы Донни, показали этому Майклу Донью. И Майкл сказал, вы знаете, я, конечно, ничего не понимаю с того, что она там говорит у себя на Ютубе, но мне она очень симпатична, такая приятная женщина, а какой тембр голоса. Я был бы в ней заинтересован. Ну и Донья даже как-то оживилась, мол, расскажите мне поподробнее про этого Майка, потому что если вдруг Селеймончик смоется, возможно, мне придется переключиться на американских мужчин. Вообще, говорит Донья, американские мужчины мне не нравятся. Я никогда не интересовалась американскими мужчинами. Я посидела немножко на сайтах знакомств, сходила пару раз на свидания, но это не то. Американские мужчины, вот такие вот классические, типичные американцы, это вообще не мое, говорит Донья. Но если приспичит, возможно, какой-то американец меня и увезет в свой штат. И вообще, говорит Донья, мой американский друг, имеется в виду родни, но Донья опять не называет его имени, чтобы лишний раз там нигде это имя не мелькало. В общем, мой американский друг, говорит Донья, мне так и сказал, многим американским мужчинам было бы за счастье находиться рядом с такой женщиной, как ты. Проблема в том, что они не знают, где тебя встретить, где с тобою познакомиться. Ты же, ну, этому же от себя добавляем, все время сидишь в этой коморке, ты никуда не высовываешься, поэтому, естественно, никакой американский мужчина с тобой не сможет нигде повстречаться. В общем, короче говоря, Донья потихонечку начинает рассматривать всякие варианты, однако Донья четко и ясно прописала те критерии, по которым она рассматривает мужчин. У Доньи очень жесткие критерии. Во-первых, это должен быть мужчина не очень высокого роста. Мужчина, у которого ляжечки, у которого попка, как орех, у которого икры, мускулы, развита мускулатура на плечах, средняя степень волосатости, то есть мужчина не должен быть очень волосатым, как обезьяна, но и в то же время не должен быть совсем гладким. То есть у Доньи тоже свои требования. Донья себя не на помойке нашла. Ну, а то, что касается старости, Донья рассказала нам о том, как бы она хотела провести свою старость. Причем для Доньи, отметим, старость – это возраст 90+. Ну, и Донья нам рассказала, что если она когда-нибудь доживет до этой самой старости, она хотела бы жить поближе к детям. Каким именно детям, Донья не уточнила, потому что сын у нее живет с семьей в Подмосковье, а вот дочь вроде бы собирается в Испанию, но не суть важна. Главное – это то, что Донья хотела бы походить на старости лет на ту испанскую бабульку, с которой она повстречалась на Тенерифе. То есть беленькая головка, белоголовая старушонка в стиле испанской женщины, которую она встретила на Тенерифе. Правда, там была маленькая худенькая бабулечка. Но ничего, говорит Донья, с возрастом мы все усохнем. И с возрастом Донья тоже превратится вот в такую вот миниатюрную усохшую бабулечку. И она тоже будет носить классические блузки с брошью под горло. А также от нее будет веять, как и от этой испанской бабушки, каким-то старомодным парфюмом. Вот так себе Донья воображает старость. Так она себе представляет свой период дожития. Но, как говорится, действительно до этого нужно дожить. Если это 90+, то Донья сейчас даже еще 60 нет. То есть Донья еще жить и жить, еще куролесить и куролесить. И тут мы подступаем ко второй части Морлезонского балета. А именно к дискуссии о том, кого лучше в этой жизни выбирать. Нищего принца или богатого циклопа. То есть, кого бы вы предпочтили в качестве партнера. Богатого мужчину, но которому у вас нет никаких чувств. Или нищеброда, но который показывает вам небо в алмазах. И с которым вам приятно находиться. Там, правда, в чате Доньи написали. Мол, а что, нельзя богатого принца, например, заказать? Нет, говорит Донья. Это бывает только в сказках. В жизни такого нет и быть не может. А вдохновила Донью на эту дискуссию непосредственно блогер Юлия. С канала Ютуб Головного Мозга. Ютуб подкинул Донье стрим, который проводила Юля. Напомним, что канал Ютуб Головного Мозга – это обзорческий канал изначально. И в свое время Донья активно враждовала с этим каналом. Донья бросала страйки. Донья ругалась. Донья, в конце концов, добилась того, что Юля убрала изображение Доньи с заставок. Заменив его на фотографию лягушонки, на фотографию жабы, что Донью тоже взбесила. Но ничего не поделаешь. И тут вдруг Юля выходит на прямой эфир и рассказывает нам о своей жизни в Германии. Уже давно Юля пытается отойти от обзорческой деятельности и рассказывать о себе. О том, как она учится, о том, как она учит немецкий язык. Но, естественно, она, будучи молодой девушкой, затрагивает и темы, касающиеся любовных отношений, касающиеся свиданий и так далее и тому подобное. И тут вдруг на своем последнем прямом эфире Юля разоткровенничалась и стала рассказывать о том, что она 8 месяцев встречалась с довольно-таки состоятельным мужчиной, который был намного старше ее, то есть мужчине было 58 лет, а Юляшке только еще под 40. В общем, разительная разница. Но мужчина был очень щедрый. Он все время открывал свой кошелек, не позволял Юляшке никогда ни за что самой платить. Он решал все ее проблемы, причем не только материальные, но и проблемы практического характера. Короче, Юляшка была как за каменной стеной. Но, как мы с вами понимаем, во всех таких вот историях, которые кажутся просто идеальными, всегда есть большое жирное но. И Юляшка честно и откровенно сказала, что мужчина был, конечно, со своими тараканами, мужчина проблемный, у мужчины темное, сомнительное прошлое, ну, о страсти вообще говорить не приходится. Мужчина грузный, у мужчины одышка, у мужчины диабет, причем в плане кекса мужчина настаивал на элементах какой-то там перверсии, были какие-то намеки на извращение, но Юля не стала распространять эту тему, а Донья ее запомнила и даже очень долго мусолила. И, короче говоря, наслушавшись откровений Юлианы, Донья воспряла. Спряла Донья, сидела счастливая, довольная. На своем прямом эфире у Донья наступил звездный час. С триумфом во взгляде Донья начала вещать, указывая на то, что Юляшка-то оказывается хитромудрая, крученая, вертит мужчинами как хочет. Пусть она нам преподаст мастер-класс, пусть она нам расскажет, как вот так вот охмутать мужика богатого и раскрутить его на бабки. А на самом-то деле вот она что. Вот они какие обзорщики, поэтому-то они и прячут свои лица. Это хитромудрая Юляшка, личико-то свое прячет, потому что понимает, что по ней тоже сейчас все пройдутся. Ишь, нашла себе богатенького, а он оказывается, он какой. Там, оказывается, на самом деле без слез не взглянешь. Эх, хитрющая-то Юляшка хотела нам пустить пыль в глаза, рассказав про несметные богатства своего кавалера. А он-то, оказывается, он что? А там, оказывается, одышка, а там, оказывается, сахарный диабет, а там, оказывается, ожирение плюс темное прошлое с элементами перверсии. Да нафига этот циклоп нужен? Я со своим нищим принцем, говорит Донья, порхаю, летаю, я с нетерпением жду встречи. Я не могу дождаться, когда я рядом с ним окажусь, и у нас начнутся снова зажигательные ночи любви. А какая радость от этого циклопа, хоть и богатого, там ведь ты с ужасом ждешь, когда он снова потребует близости. Нет, говорит Донья, я предпочитаю нищего, бедного принца, но чтобы он был молод, чтобы он был красив, и чтобы мне было приятно с ним находиться и проводить с ним вместе ночи любви. А это Юляшка, говорит Донья, ну та еще хитроделанная. Я, говорит, понимаю, конечно, ей нужно было зацепиться в новой стране, ей нужна была помощь. Я очень уважаю ее за то, что она пошла учиться на медсестру низшей категории. Я очень восторгаюсь теми женщинами, девушками, которые работают над собой, учат новый язык, учатся, там как-то пробиваются, но тем не менее, вот ведь суть обзорщиков-то. Они нам пускают пыль в глаза, они нам рассказывают о какой-то там успешной жизни, о каком-то там успешном успехе, а на самом-то деле, вот что, с кем они там спят, мы не знаем. Но ничего, говорит Донья, одну разоблачили, одну вывели на чистую воду, приготовиться всем последующим обзорщикам. До всех доберемся, и ничего страшного, говорит Донья, я все понимаю. Я даже подписалась на эту Юляшку, меня даже как-то попустило. Знаете, я теперь поняла, в чем там суть до дела. Я понимаю, откуда берется эта злость. Там все не так просто, поэтому я на Юляшку подписалась. Кстати, Юляшка заглянула на прямой эфир Доньи Кабе, и Донья ей прям даже разрешила использовать ее имя, использовать изображение. Я не буду больше кидать страйки, говорит Донья. Я все поняла. Я уважаю вас за то, что вы там учитесь, стараетесь, но мне теперь все понятно. Правда, Донья забывает, что она ведь тоже все время находится в подобной ситуации. Взять, например, того же циклопа Родни. Ведь как Донья извивалась, сидя на коленках у Родни, как она корячилась в красных стрингах на койке в спальне Родни. Это все задокументировано. Как она, бедняжка, страдала, когда Родни в порыве нежности навалился на нее всем своим телом, и одна, задыхаясь от запаха нафталина, дрыгала ножками, дрыгала ручками, но терпела, лобызала и целовала этого циклопа, потому что зубы нужны, потому что нужно было где-то жить, потому что тоже нужно было где-то как-то цепляться. И поэтому Донью так бомбануло, когда она услышала эту историю. Она пропустила эту историю через себя. Эта история просто ее резанула. Она прошла через ее сердце, потому что Донье это все знакомо. Она точно так же цепляется и хватается, только в отличие от той же Юлианы с канала «Жизнь головного мозга». Донья не пошла никуда учиться, Донья никуда не двигается, не учит никакие языки, а как засела в этой своей коморке, так в ней и сидит. Правда, у нее появился молодой, нищий принц, которого она так восхваляет, и для которого она теперь стала тем самым циклопом, которого молодой принц вынужден терпеть, вынужден принимать заради каких-то благ. Для того, чтобы закрепиться, для того, чтобы зацепиться, не случайно, Селимон прямым текстом сказал, что Донья ему поможет. Это трамплин. Донья открывает для него какие-то новые возможности в этой жизни. Вот такой круговорот принцев и циклопов в природе. Мы сейчас наблюдаем, но, как говорится, такова сэляви. Нет ничего в этом нового. Все, по-моему, идет по накатанной. Ну, посмотрим, куда кривая выведет. Если же у вас есть какие-то замечания, дополнения по всему вышесказанному, пожалуйста, пишите, делитесь. Я всегда с превеликим удовольствием читаю все ваши комментарии. Благодарю всех, кто подписался на мой канал, кто поставил лайк. Мне очень приятно. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.